По горячим следам оперативникам удалось задержать подозреваемого в совершении разбоя. В полицию обратилась пенсионерка и рассказала, что днём в лифте на неё с ножом напал неизвестный и отобрал сумку. Все передвижения предполагаемого грабителя зафиксировала камера видеонаблюдения. На этих кадрах подозреваемый в разбою ещё только готовится совершить своё преступление. Мужчина заходит в один из домов по проспекту Ямашево, однако спустя всего несколько минут выходит из подъезда уже с чужими деньгами. Пострадавшая пенсионерка рассказала, что мужчина с ножом напал на неё прямо в лифте её собственного дома. Не успела пожилая женщина нажать кнопку своего этажа, как в кабину ворвался неизвестный и, приставив оружие к горлу, потребовал у неё сумку с деньгами. Сразу после этого грабитель скрылся, а пожилая женщина незамедлительно обратилась в полицию. Прибывшие на место преступления полицейские отсмотрели видео с камер видеонаблюдения и со слов пенсионерки составили фоторобот преступника. На кадрах видеофиксации оперативники заметили, что после совершённого преступления мужчина переоделся в другую одежду, чтобы остаться неузнанным. Тем не менее, правоохранители задержали предполагаемого грабителя по горячим следам. Лично злоумышленника оперативники установили в короткие сроки и задержали в этом же микрорайоне. Своего обидчика заявительница опознала сразу. 47-летний мужчина свою вину отрицать не стал и сознался в содеянном. Выяснил, что около полугода назад подозреваемый освободился из мест лишения свободы за аналогичное преступление. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время предварительного следствия в отношении задержанного избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. На улице Чегорина в Кировском районе загорелся частный дом. Густой дым был виден за несколько сотен метров. Местные жители рассказали пожарным, что этот дом хозяин сдаёт в аренду уроженцам из Средней Азии. И когда началось возгорание, все проживавшие там люди разбежались. Эксперты думают, что возгорание началось в пристройке дома, которое, по предварительным данным, использовалось как кухня. Проблема была ещё и в том, что домы на дворной постройке находятся под общей крышей. Пожарным пришлось потратить определённое время для того, чтобы разобрать кровлю, и только после этого они смогли приступить к тушению огня. По рассказу соседей, они почти сразу обратили внимание на дым, однако без ведомых хозяев проникать в закрытый двор так и не решились. Интересно, что незадолго до возгорания местные жители заметили, что проживающие в доме люди производили во дворе какие-то сварочные работы. Полицейским, как, впрочем, и пожарным дознавателям, ещё предстоит уяснять, кому же хозяин сдавал дом и почему жильцы предпочли убежать. Общая площадь возгорания составила около сотни квадратных метров. На улице Гвардейского водитель автомобиля Рено не справился с управлением и снес секцию металлического забора. После этого неуправляемый автомобиль заскочил на газон. Подъехавшие на место ДТП полицейские сразу же заподозрили, что владелец на марке сел за руль в нетрезвом состоянии. В разговоре с полицейскими водитель Логана пояснил, что двигался на допустимой скорости. Однако же обращает на себя внимание, что обломки металлического забора разлетелись на несколько десятков метров. Кроме того, залетев на газон, потерявший управление на марке, едва не налетело на придорожный столб. Несмотря на то, что удар пришелся на сторону водителя, находившийся за рулем мужчина получил только небольшую травму головы. Вскоре прояснилась и возможная причина, по которой Логан потерял управление. Вот здесь шкала идет, вы дуете. Шкала уменьшается, как шкалу вы полностью продуваете, уже можно не дуть. Прибор не обманешь. То есть некоторые как вот так вот обхватывают, полный воздух набираете. В итоге экспресс-тест, проведенный в присутствии понятых, показал, что водитель сел за руль, употребив солидную дозу спиртного. Кроме потери прав и большого штрафа, ему придется оплачивать и ремонт поврежденного забора. Повезло, что разлетевшиеся куски металла не причинили вреда другим автомобилям или пешеходам. Женщину без сознания обнаружили на проезжей части улицы Баттершина. К приезду полицейских очевидцы уже успели увезти женщину с дороги, чтобы она не попала под колеса автомобилей. В этот момент рядом с ней находился ее 8-летний ребенок. По предварительным данным, сегодня днем дама крепко выпила, после чего ей стало плохо прямо на улице. Увидев человека в бессознательном состоянии, очевидцы позвонили близким родственникам и вызвали их на место происшествия. Они в итоге и увезли женщину на такси домой. На дорожной развязке по улице Оренбургский тракт в металлический отбойник врезалась лада Калина. Находившаяся за рулем девушка пояснила произошедшее внезапным ухудшением самочувствия. Машина налетела на препятствие правой стороной кузова, благодаря чему автоледи не получила серьезных травм. Наиболее вероятно, что девушка просто уснула прямо за рулем своей машины. Обычно этих коротких секунд сна хватает на то, чтобы водитель полностью потерял контроль над машиной. Сама же хозяйка Калины признается, что очнулась только после удара с отбойником. Отчасти ей даже повезло, что на затяжном повороте этой дорожной развязки машина ни в момент ДТП, ни после него не оказалась на пути других автомобилей. Двигаясь по крайней правой полосе, Калина внезапно потеряла управление и налетела на одну из небольших опор вот этого металлического отбойника. В результате удара машина едва не лишилась колеса, после чего ее развернула поперек проезжей части. От помощи подоспевших на место медиков девушка предпочла отказаться. Похоже, больше чем за собственное состояние она беспокоилась за судьбу своего разбитого автомобиля, который, по ее словам, очень необходим ей по работе. Разыскивается без вести пропавший житель Казани Графудинов Эмиль Зуфарович, 1989 года рождения, который 30 мая этого года ушел из дома по улице Химиков. И с тех пор о месте его нахождения ничего не известно. Незадолго до этого он отправил матери нехарактерное для него сообщение о том, что уезжает на дачу к знакомому. Был одет в синюю толстовку, темно-синие джинсы, кожаную куртку и летние ботинки черного цвета. Особые приметы. Рост 175 сантиметров полного телосложения. При себе имел паспорт, водительское удостоверение, черный ноутбук. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого человека, просим обращаться по указанным номерам.